Русский язык. Тема номер 33. Алфавит. Буквы, расположенные в определенной последовательности, составляют алфавит или азбуку. А в русском алфавите 33 буквы. Десять букв обозначают гласные звуки. Двадцать одна согласная. Две буквы, твердый знак и мягкий знак не обозначают звуков. Слова алфавит и азбука означают одно и то же. Они образованы от названий первых букв азбуки. Слово алфавит составлено из названий двух букв греческого алфавита – альфа и вита. Слово азбука составлено по этому же образцу из названий первых букв русского алфавита. Раньше буква А называлась Аз, а буква Б – буки. Некоторые старые названия русских букв сохранились в составе пословиц и устойчивых выражений. Сперва аз до буки, а там и науки. Начинать с азов, с самого начала, с самого простого. Стоять фертом, стоять под боченись. Так, что похоже на букву ферд. Старые названия этой буквы. Алфавит надо знать, так как по алфавиту располагаются слова в словарях, книги на полках, библиотеках. По алфавиту составляются списки людей, книг, городов, справочники и так далее. Из названий букв можно образовать слова. Например, из названий букв ЭВМ образовано слово ЭВМ – электронная вычислительная машина. Ошибки в названиях букв С вместо правильного С, Ш вместо Ш и другие грубые нарушения норм языка. Правильное название букв является показателем общей культуры человека.